Популярные телеведущие турецкого канала ТРТ Хабер, Зафир Кирас и генеральный продюсер телеканала РТВА Алексей Пивоваров по приглашению агентства Хабар посетили Астану. Сегодня они проведут для корреспондентов телесемейства и будущих журналистов мастер-класс. Один из них начался несколько минут назад. Из Казмедиа-центра на прямую связь с нашей студией выходит мой коллега Марк Брюшко. Доброе утро, Марк. Какие вопросы и проблемы планируете обсудить на встречах? Спасибо, доброе утро. В первую очередь хотелось бы отметить, что агентство Хабар пригласило зарубежных известных журналистов как подарок в честь пятилетия нашего телеканала. Сегодня они поделятся своим мнением о том, как нужно работать над подготовкой новостей, чему нужно уделять больше внимания, как современные медиа влияют на телевидение, а также затронут ряд важных вопросов и проблем в современной журналистике. Несколько слов от спикеров. Один из них настоящий корифей турецкого телевидения Зафер Керас. На телеканал ТРТ он пришел работать диктором и журналистом более 30 лет назад. Он является обладателем множества государственных наград, благодарственных писем и грамот и пользуется огромным авторитетом. Второй спикер это Алексей Пивоваров, он также известен нашим телезрителям, но больше как ведущий новостей и авторских программ на российском телеканале НТВ. Сейчас он возглавляет русское международное вещание, RTVI. И сегодня он также поделится своим мнением о том, как развивается современная журналистика, какие проблемы перед ней стоят и как удержаться журналистам, не остаться, так сказать, без работы в мире, когда стремительно, очень быстро развиваются социальные сети и интернет. Как вы видите, в зале присутствуют не только журналисты, но и студенты высших учебных заведений. И для них у нас есть еще одна приятная новость. Телеканал Хабар 24 запускает конкурс на лучший информационный материал в честь своего пятилетия о нашем телеканале. Содержание сюжетов зависит лишь от фантазии автора, никаких ограничений нет. Самое интересное, обладатель первого места получит главный приз. Это размещение его сюжета в эфире наших новостей, а также месячную стажировку на нашем телеканале. А вот победитель, обладатель второго места получит также право размещения сюжета в наших новостях, но чуть меньшую стажировку, но тоже на достаточно хороший срок. Две недели для журналиста, начиная еще для студента, по моему мнению, это очень даже хорошо. Если вы молоды, амбициозны, если вы хотите открыть себя в журналистике большой, принимайте участие в этом конкурсе. Адреса вы видите на нашем экране сейчас, куда можно отправлять свои конкурсные работы. У меня на этой минуте все. Студия. Да, спасибо, Марк. Я тоже после этого эфира обязательно загляну на полезные мастер-классы. А пока продолжу. Продолжение следует...